Парни, всем привет! Сегодня работаем в Крокус-Зикипол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, ребят, я, честно говоря, очень был впечатлен концертом Леонида Агутина. Агутин, он всегда, как бы, писал, скорее всего, ближе не к российской, вот, современной попсе, а что-то ближе к эстраде, к советской эстраде. У него, в его музыке, кстати, вот, прослушиваются и септаккорды джазовые, и элементы кантри, и элементы блюз, и элементы фанка. Вообще, вот, я послушал его песни, не заезженные хиты, а все его песни, которые он исполнял. Я бы вот его сравнил, если вот аналог западный, он очень похож на Симплер Эд, да, такой исполнитель есть, который тоже, как бы, полуджаз, полу что-то такое делает, полуэстрада, полуджаз. Причем, когда все это звучит с живой энергетикой, профессионально все исполнено, живые ударники, живые инструменты, живой голос. И когда я все это, как бы, посмотрел, мне это очень понравилось, я изменил вообще свое мнение. Ладно, ребят, надо тормозить, потому что о музыке я могу говорить часами. Вот, во мне погиб музыкальный критик, хороший, может быть, или плохой. Но у меня все-таки канал, посвященный съемочному процессу, съемкам, вещанию, съемочной технике, да, давайте теперь о ней. Надо ниже, выше, нижней планеты. А, слушай, у тебя же вот эта рука. Это она облегчает, да, вот эту штуку? Да. Ну, кисть, кисть, снимай с ней. Ну, для этой не надо. Для этой и так. Дать, хочешь попробовать с такой вообще? Да, я хотел с такой раньше. У меня вот этого кистевого не было. Короче, мы снимали гимнастку, она вот так вот, я 60, она позы лотоса, там, разные позы снимала, и я 200 кругов вокруг нее обрала. У меня рука потом отвалилась из спины. Да, да. У меня вот этого не было. Вот эта штука облегчила бы сильно. Да, все на спину отдает просто, и все, да. Вообще, ребят, вот свой блог я продолжаю для вас снимать на вот эту камерку Osmo Pocket. Я с ней сроднился, она прям вот в кармане джинс помещается в этом чекле, не забываешь вообще. То есть, вот с ней живешь, ходишь. Вот, она такая вот, она маленькая. В принципе, все ребята, операторы, они уже знают, да. Все просят ее потестить, поюзать. Вот. Конечно же, в темноте, да, в условиях концерта, репетиции, она шумит. Ну, понятное дело, что тут микросенсор, микроматрица. Ютуб эти шумы ужмет, вы их не увидите. Кодеки Ютуб, они шумы обычно выбрасывают. И потом я снимал в 4К, поэтому структура шума, я думаю, станет меньше. Я вот уверен, что у джедаев получилось сделать очень хорошую камерку, это хит. И, наверное, они поступят с ней, как с Air, да. Вот у них был Mavic Air у DJI, квадрокоптер. И он был хитом, раскупался. И они потом выпустили Mavic Air Zoom и Mavic Air Pro, там, Pro с дюймовой матрицей, Zoom с зумом, да. И вот год назад все квадрокоптерщики, они встали, а что же нам делать, что же нам брать. Mavic Air Zoom или Mavic Air Pro. И вполне возможно, я тоже через полгода встану перед этой задачей. Потому что я вот уверен, что они также здесь сделают Osmo Pocket Zoom, который будет там, камерка чуть подлиннее, да. И Osmo Pocket Pro с камеркой чуть побольше. Мне почему-то кажется, что они обязательно такое сделают. Вот, потому что, ну, хитовая камера получилась. Ну, если что, подарю эту камеру жене, супруге. Супруге она тоже очень понравилась. Вот, то, что очень удобная, мобильная, там, снимать. Ну, просто снимать, да. Прикольно, заблужден, Gash. И где? Нет, к нам на Чемпионат Мира приезжали мексиканцы. Мексиканское телевидение. И они все на Gash S, короче. И я к ним подошел. Ну, что же лучше, Gash S или Sony Asimis II? Они такие, Gash 5S, the best camera, короче. То, что дешевле. Да. Да, тут же дешевле, да. Не, красиво. Не, он и выглядит с этой кнопкой красиво, конечно. Причем в два раза дешевле. Вот, я говорю, я по этому сидел. Ну, вот о технике, да. Соответственно, было камеры Sony EX, которые по SDI, по BNC, заводились в фут. Вместе с нашим краном, поликамом. И, соответственно, еще Panasonic GH5S, он тоже, который на Риге. Он тоже был заведен через блок тоже в пульт. Соответственно, там на пульте режиссер формировал картинку. И все это раздавалось на плазмы, да. Соответственно, ребята на стадикамах наручных, они были в свободном полете. Все камеры, все камеры писали на себя. А ребята на стадикамах, они ходили, да. Они набирали материал для монтажа фильма, да. То есть, обходили вокруг музыкантов, делали пролеты, обходы. И, соответственно, вокруг Леонидов, да, Гучина. Ты по сцене прям будешь ходить тоже, да? Да. Ну, прям, куда выходить, я так понимаю, я не буду. Сейчас там еще точно знаю, что по-насу человеку будут ходить, там, несколько песен. Там, несколько песен, которые записывали, а мы больше отдыха как-то здесь. Ну, понятно, по боку, по периметру. А, да, да. Соответственно, у всех операторов, у всех операторов была связь. Это был клерком, наушники клерком. Вот, в принципе, все были на связи с режиссером. Я уверен, еще и с одним ухом, стоя под колонками. Ну, да. Знаю мы такие истории. Ни черта я не буду слышать. А тебе и не надо, зачем? Да, мы люди опытные. Да, очень много камер разных производителей, понятно, конечно, что. Но дело все в том, что это не телевизионная трансляция. Вот о камерах, которые используются на ПТС, да, для телевидения, да, об этом я рассказывал в своих прошлых видео. Вообще, телевизионному сигналу и качеству телевизионного сигнала предъявляется очень много разных требований и ГОСТов, да. Я об этом уже рассказывал и буду продолжать об этом рассказывать, какие ГОСТы предъявляются к телевизионному сигналу. Для интернет-трансляции или для трансляции на плазмы куда-то там, на экраны, этого, таких ГОСТов нет. И поэтому, в принципе, в принципе, не обязательно именно ПТС. Достаточно, в принципе, просто взять в аренду гибридные камеры, взять в аренду SDI кабель, да, BNC. И вот, взять все вот эти панели связи, клерком и дата-видео, их много, они, тоже их можно взять в аренду. И это будет в разы дешевле, чем, скажем, ПТС, да, обещательная студийная ПТС на бродкаст-камерах. Потому что, скажем, ну, вот если по ценам, да, восьмикамерная ПТС, да, на восемь камер, она стоит от 100 тысяч рублей, да. Это причем, это причем просто со штатной оптикой, со штатными, с обычными штативами, то есть это без супер широких объективов и без телевиков. То есть это просто штатная ПТС, она от 100 тысяч. А, в принципе, если все делать это на гибридных камерах и просто SDI и просто обычная связь, то это в разы, в разы дешевле. Кран Polycam, он стоит в аренду от 20 тысяч, да. Ну, там тоже в зависимости от допов. И причем вот мы приезжаем, там уже своя мини-камера есть, которую мы, эту мини-камеру, сводим под любые камеры заказчика. Вот, скажем, кран, да, если кран, на который вешается большая голова, большая камера, он стоит от 40 тысяч, ну, 35-40. То есть Polycam в два раза дешевле. И вы скажете, блин, а что ж тогда все телевидение не работает на Polycam? У крана Polycam у него много плюсов. У него много плюсов, то, что он на карбоновых палках, он мобильный, его можно собрать и перенести. То есть мы его собрали у сцены, мы могли бы его взять и утащить куда-нибудь на трибуны, да. Потом взять, перетащить опять на сцену. Потому что если кран обычный, вот вы его собрали, железную арматуру, все, он уже, его уже не передвинуть никуда. Вот Polycam он мобильный, Polycam, там мини-камера, он легкий. Эти его плюсы, да, вот эти плюсы, они же его и минусы. Потому что, когда я только начинал работать, да, в спецтехнике, то есть вот некоторые режиссеры еще там 10 лет назад, они не знали, что это вообще такое. Ну, ой, давайте его, какой он легкий, ой, какой он маленький, легкий, давайте его поставим куда-нибудь на балкон, на крышу. Ну, понятно, что там ветер, да, что эта стрела, он из карбоновых палок, ее начинает, а вообще его может ветром сдуть, она улетит. Или, скажем, вот на какой-то пьедестал, да, очень часто вот ставят на пьедестал, толпа танцующих, да, там в портере начинает прыгать. И весь этот стенд начинает ходить вместе с оператором, да, с этой карбоновой палкой. Вот, просто это нужно тоже понимать. Или, конечно же, там мини-камера, и, ну, вот у камеры Тошибы, которые на поликаме, там, там очень, там три матрицы, но они очень маленькие, одна треть, и маленький объектив. И, понятное дело, что нужно понимать то, что маленькая камера, она никогда не даст такое качество, как большая камера, как большой комподер, или, потому что физику не обмануть. Это физический процесс, который происходит в объективе, в оптике, в матрице. То есть, пиксель сайз, да, размер пикселя, размер вот этой оптики, которая собирает свет. Вообще, ребят, про камеры Тошибы, да, вот эти мини-камеры, которые мы используем на поликамах, про них надо разговаривать отдельно. Они вообще изобретались изначально не для телевизионного производства, это поликам их решил использовать для телевидения, а Тошибы их делала для медицинских целей, то есть, они накручивались на операции на глаз, они накручивались на микроскоп, да, чтобы делать операцию. Именно наша линейка камер, она старого поколения, они 2009 года. При хорошем освещении они, в принципе, показывают приемлемую картинку, но когда уже идет какой-то концерт, low light, то, соответственно, они уже очень сильно проигрывают современным камерам, даже гибридным камерам, там, Panasonic, Sony. Именно проигрывают, проигрывают по всем параметрам, и по шумам, по светочувствительности, по динамик рейндж, по прорисовке теней, по всему. Ну, как бы, есть Тошибы новые, да, вот в пятнадцатом году вышли, Тошиба Икея 4К она называется, она страшно дорогая, она вместе с камерным блоком стоит около миллиона рублей, если в переводе на наши деньги, плюс еще таможня, и я на челюсть всегда пишу письма, уже несколько много писем написал, чтобы нам закупили новые Тошибы, чтобы обновить, да, вот всю линейку камер, которые мы используем на поликамах, но, к сожалению, как бы, вот бюджета нет, мне отвечают, да, бюджета нет, не хватает. Хотя, в принципе, поликамы, да, вот если хороший свет, дневной свет, они, в принципе, даже применялись на чемпионате мира по футболу в финальном матче, там поликам стоял в таком углу, там была тоже камера Тошиба, новая 4К, или нет, там антилопа стояла, там стояла антилопа, и тоже вот он выезжал, то есть он там встречал игроков, да, футболистов, то есть как бы здесь вопрос именно освещения и вопрос именно применения, да, то есть каждая техника, каждая техника, ее нужно знать где и как и когда применять, вот именно поэтому я, может быть, и затеял свой блог, чтобы меня посмотрели молодые режиссеры или какие-то молодые операторы, которые, которые еще не знают вообще, что это такое, чтобы они поняли, да, это. Ребят, ребят, ну я с вами попрощаюсь, вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ходите на концерты таких музыкантов, как Леонид Агутин, который полностью вживую выкладывается по полной, да, и устраивает на своих концертах настоящий лайф, настоящий прям джем.